Приветствую вас, дорогие друзья, на нашем канале, где мы с вами обсуждаем новости политики, экономики, новости фондового рынка. И сегодня у нас четверг, 25 апреля, обсудим с вами последние новости из мира инвестиций, поговорим с вами в частности о российском фондовом рынке. На нашем рынке произошла за последние несколько дней коррекция, в связи с чем это связано. Поговорим, конечно же, о завтрашнем ключевом событии для России, это заседание Центрального банка, какое решение будет принимать Эльвира Сахибзадовна и почему, и как это отразится на курсе рубля. Ну и немного разберем как раз таки ситуацию в нашей национальной валюты, какой курс стоит ожидать в связи с последним заявлением Решетникова, это глава Минэкономразвития, ждать ли курс выше 100 рублей или же наоборот, курс рубля будет укрепляться и можно ожидать 80 рублей за 1 американский доллар. С вас по традиции лайк, подписка, пару слов, комментарии, а мы начинаем. Итак, дорогие друзья, по традиции все наши видеообзоры мы с вами начинаем с ситуации на фондовых рынках, но прежде чем говорить о них, не забудьте подписаться на наш телеграм-канал, наведя свой смартфон на данный QR-код, или же перейдите по первой ссылке в описании и в закрепленных комментариях. Уже в это воскресенье, 28 апреля, в 3 часа дня по московскому времени пройдет очередной большой прямой эфир, где я в течение часа-полутора стараюсь найти ответы в прямом эфире на все ваши вопросы. И, к слову сказать, те прямые эфиры, которые мы проводили на протяжении последних нескольких месяцев, и тот прогноз, который даю на предстоящую торговую неделю, он полностью сбывается. В последнем прямом эфире мы обсуждали момент, что наш рынок немножко должен скорректироваться, идти на уровне 3 400, 3 450. Я приводил и технические доводы, и фундаментальные доводы. Именно это мы с вами сейчас и наблюдаем. Ну и самое главное, там проводится сейчас дополнительный набор наш закрытый VIP-канал, где я публикую все свои сделки, все свои идеи. Также эти сделки публикуются иногда и в нашем открытом телеграм-канале. Ну а переходя к фондовым рынкам, особо сильно зацикливаться на западно-тихоокеанском регионе и на американском рынке мы не будем. Американский фондовый рынок замер тоже в ожидании следующей недели. Там произойдет заседание регулятора во вторник и в среду, и в следующую среду как раз-таки Джером Пауэлл огласит решение по ставке. Будет большая пресс-конференция, об этом мы очень много говорили в наших прошлых видео, поэтому останавливаться на этом я просто-напросто не вижу смысла. Пересмотрите прошлые наши видеообзоры. Ну а переходя все-таки к российскому фондовому рынку, как я уже и сказал, наш рынок на текущие дни снижается, пришел на свой уровень поддержки 3400-3450. Это такая довольно-таки серьезная зона проторговки. Но если быть справедливыми и посмотреть, как себя ведет индекс, то мы все равно выше сейчас находимся на 1%, чем за первый квартал, и на 8% даже больше с начала 2024 года. Конечно же, необходимое коррекционное движение. Сейчас любое движение вниз мы рассматриваем именно как коррекция. Любое движение наверх сейчас рассматривается именно как основное. В прошлых наших видеообзорах мы тоже говорили причину снижения нашего российского рынка. В частности, да, это фиксация спекулянтами позиций по тому же самому Сбербанку. Напомню, на этой неделе Сбербанк объявил рекордные свои дивиденды, 33 рубля и 30 копеек. Сразу же после того, как это было объявлено, конечно же, произошла фиксация. И акции Сбербанка, конечно же, довольно-таки серьезно упали. Но здесь переживать не стоит. Если у кого их нет, я бы наоборот рассмотрел с точки зрения дивидендный сезон. Их покупки там и Татнефть объявляла дивиденды. И моя любимая, одна из любимых акций Северсталь вернулась к ежеквартальным выплатам. И за первый квартал она заплатит дивиденды 38 рублей. А учитывая, что выплата будет происходить одновременно и за 2023 год, там 198 рублей плюс 38 рублей уже довольно-таки неплохая дивидендная доходность может получиться. Поэтому присмотритесь к акциям Северсталь. И одновременно с этим Северсталь заговорилась с федеральной антимонопольной службой, чтобы не платить, да, вот по делу металлургов, штраф там 9 миллиардов рублей, заплатят в 10 раз меньше, всего лишь 900 миллионов рублей. Сегодня появилась новость о том, что и ММК ведет такие же переговоры с федеральной антимонопольной службой. И тоже штраф, скорее всего, будет понижен. Если кто не помнит, да, это в 2022 году федеральная антимонопольная служба объявила, ну, так и предъявила претензии нашим металлургам в Северсталье на ЛМК и ММК о том, что они завышают цены на внутреннем рынке. Было расследование, вот, несколько лет длились разбирательства, и, наконец-таки, нашим металлургам удалось договориться. Да, все равно штрафы, сумма, так более-таки, внушительная, но это намного-намного меньше тех сумм, которые все-таки им, которые они должны были бы в итоге заплатить. Поэтому для металлургов это некий такой позитивный момент, и советуют ММК, в частности, вам и присмотреться. Но это что касаемо новостей рынка, да, там, в частности, от РусАгро приходило много новостей, там МТС тот же самый объявил дивиденды, и мы тоже увидели с вами фиксацию позиции. Это говорит нам о том, что как раз-таки, покупая на слухах, продавая на фактах, ну, МТС меня чем-то порадовал, да, новая дивидендная политика и гласит, что не меньше 35 рублей на акцию они будут обязаны платить дивиденды, но в текущей ситуации довольно-таки неплохая дивидендная доходность будет получаться. Но покупать ли и держать ли ее до следующего года, это большой вопрос. Кто покупал акции, когда стоили они ниже 300 рублей, как мы с участниками вип-канала, это одна история. Покупать ли сейчас эти акции и держать потом их целый год, учитывая, что МТС довольно-таки долго закрывает свой дивидендный гэп, ну, здесь на самом деле стоит задуматься. Ну, и все-таки давайте переходить к основной теме нашего видеоролика, это заседание Центрального банка и курсу доллара. Завтра состоится заседание Центрального банка России, где будет объявлено решение по ставке, будет ли она понижаться, будет ли она снижаться. Здесь, ну, фактически все сходятся во мнении в том, что ставка понижаться не будет, и на то есть довольно-таки серьезные фундаментальные причины, мы о них сейчас поговорим. И даже можно предположить о том, что Эльвир Сахим задавно Набиуллина может взять более жесткую риторику по ставке и сказать, что они рассматривают вопрос даже с точки зрения повышения, еще там процент на 2. И давайте с вами разберемся. Но прежде чем говорить что-то о ключевой ставке, не забудьте перейти в наш Яндекс.Зен. Не так давно, по-моему, на прошлой неделе, я выпускал статью про ключевую ставку, для чего она важна, почему она важна, зайдите обязательно про нее прочитать. Смотрите, ключевая ставка это один из главных моментов, который способствует именно урегулированию инфляции. Да, мы с вами знаем, что все центральные банки мира сейчас борются с этой бедой, с инфляцией, там, Федеральная резервная система, да, там борются с этим ЕЦБ, Банк Англии, ну, и не исключение, конечно же, является и Российская Федерация. Смотрите, на какие моменты обязательно всегда обращает внимание Эльвира Сахимзадовна Набиулиной и правление Центрального банка. Конечно же, они смотрят на некоторые данные по инфляции. Первонаперво, они смотрят на данные, которые получают от Росстата, да, мы с вами видим по данным от Росстата, что все-таки чуть-чуть, но инфляция снижается в выражении год от года. Конечно же, они смотрят на ожидаемую инфляцию, которая тоже у нас показывает сейчас снижение, об этом много раз говорили. Ожидаемая инфляция сейчас с 11,5 до 11 спустилась. И, конечно же, они смотрят на наблюдаемую инфляцию, которая все равно остается на довольно-таки высоких значениях. Это порядка 14%. И вроде бы в таких условиях мы с вами видим, да, что по всем показателям инфляция вроде бы пошла на снижение. Но второй фактор, на который всегда обращают внимание центральные банки, это, конечно же, на рынок труда. А вот рынок труда у нас показывает довольно-таки серьезные показатели, силы свою мы с вами видим, да, рекордную безработицу, там меньше 2,8%. Мы все с вами прекрасно понимаем, в связи с чем это связано. Довольно-таки большой отток граждан уходит на боевые действия, в зону специальной военной операции. И квалифицированных кадров у нас сейчас просто-напросто не хватает. А после 22 марта трагических событий в Крокус-Сити-Холле довольно-таки серьезные гонения пошли и на мигрантов. Серьезный отток и, соответственно, рынок труда, скорее всего, в ближайшее время покажет и еще дополнительное снижение. А в таком случае, что делают просто-напросто производители? Они те квалифицированные кадры, которые у них уже имеются на предприятиях, на заводах, фирмах, они вынуждены просто-напросто поднимать им зарплату. Соответственно, если у человека становится больше денежных средств, ну и, соответственно, ну раз денег становится у него больше, он, у него и потребительская активность тоже растет. А мы с вами помним, да, одни из главных факторов, на которые нам указывают Эльвира Сахибзадовна-Набиулина, чтобы поднятием высокой ставки она хочет поменять модель поведения населения от потребления к накоплению. Но мы с вами видим, что потребительский спрос продолжает у нас все-таки расти. У нас растут тоже те же самые и кредиты, да, у нас растут, ну, берут довольно-таки большие, больше ипотек, берут корпоративный сектор, берет довольно-таки большие кредиты, а это говорит о том, что корпорации боятся, что центральный банк еще и перейдет к повышению ставки, чтобы сбить вот эту потребительскую активность. Да и розничные кредитования тоже показывают существенный рост, соответственно, в таких условиях понижать ставку просто-напросто не представляется возможным. возможно, если Лера Схибзадовна Набиулина и вовсе скажет, что мы перейдем к модели, ну, повышать ставку и будем заставлять население уходить все-таки там, те же самые депозиты и перестать покупать, то ставку будет и повышать. Это, конечно же, окажет своего рода поддержку для того же самого рубля. И мы с вами видим, да, в последнее время курс нашей с вами национальной валюты, ну, уходил выше 94 рублей, и многие писали опять паникера, да, что мы все вот идем на 100, но на самом деле я говорил и в своих видеообзорах и приводил очень много аргументов в нашем закрытом VIP-канале, куда вы можете попасть через наш телеграм-канал, там будет сегодня сделано объявление, что сейчас не самое удобное время покупать американский доллар или там затариваться теми же самыми фьючерсами на доллар, да, наша любимая сишечка, потому что мы сейчас в текущий момент можем ожидать довольно-таки серьезного укрепления нашей с вами национальной валюты. На этой неделе мы уже с вами говорили в одном из наших видеообзоров, что появилось сообщение о том, что вот этот указ октябрьский от 16 октября, если не ошибаюсь, об обязательной продаже экспортерами валютной выручки скорее всего будет продлен, но здесь довольно-таки серьезная дискуссия возникнет, на чью сторону станет тот же самый президент Путин, да, премьер-министр, на сторону Министерства финансов или на сторону же того же самого Центрального банка, потому что Министерство финансов говорит о том, что это довольно-таки хороший способ управления курсом национальной валюты, но Эльвира Сахипзадовна Набиулина много раз уже говорила о том, что в дальнейшем мы можем столкнуться с еще большими проблемами, чем в текущей ситуации. И вот какую сторону кто будет занимать, довольно-таки интересная сейчас будет дискуссия. Кто не в курсе, что такое указ об обязательной продаже валютной выручки, то здесь стоит отметить следующий момент. С октября месяца, когда в октябре курс доллара достигал выше отметок 104-105 рублей за один американский доллар, и не было возможности остановить вот эту панику, было принято решение издать этот указ, по которому 80% валютной выручки будет зачисляться на счета, и 90% из них будет продаваться, да, именно валюта. Таким образом просто-напросто увеличивался спрос на рубли, рубль укреплялся, валюта просто-напросто становилась больше. И как мы видим с вами из этой таблички, этот указ оказал свое действие. Мы с вами помним, да, что курс рубля довольно-таки серьезно укрепился, и в моменте, если не ошибаюсь, к началу декабря месяца он достигал даже отметок-то 87,5, это довольно-таки мощнейшая поддержка для рубля, и потом потихонечку он стабилизировался в рамках данных, которые требует бюджет Российской Федерации. В бюджете Российской Федерации на 2024 год курс рубля должен примерно находиться в районе 90-91 рубль, ну, это средняя по больнице. То есть сейчас у нас начинается дивидендный сезон, когда те же самые экспортеры, помимо вот этого действующего указа, они должны будут еще больше продать своей валютной выручки для того, чтобы поделиться со своими акционерами прибылью, то есть в виде дивидендов. И вот май и июнь месяц, я много раз это говорил, это является довольно-таки такими сильными месяцами для рубля, рубль всегда укрепляется, и если покупать валюту, то как раз-таки покупать ее стоит где-то во второй половине июня, когда происходит самый пик нашего дивидендного сезона. Можно сказать, что уже после праздников начнутся наши выплаты, там будет платить и московская биржа, и банк Санкт-Петербург, ну, а крупные наши голубые фишки, скорее всего, ну, большая часть будет уже платить в июне, в июле месяце, в частности, Сбербанк там будет платить, если не ошибаюсь, с 10 или 11 июля у них отсечка, и поэтому до середины июля смело можно не ожидать того, что рубль будет у нас ослабляться. Смотрите, еще один момент, да, с помощью данного указа как раз-таки правительство может регулировать курс рубля, когда какие-то проблемы с наполнением бюджета. Но не так давно мы с вами обсуждали, да, что нефтегазовые доходы все-таки у Российской Федерации находятся на должном уровне, более 100 миллионов рублей превысили норму, и, соответственно, в текущей ситуации девальвировать вроде бы курс рубля и не надо, или бы увеличивать налоги, ну, тем более сейчас это и не требуется. Но, дорогие друзья, мы с вами должны обратиться к другому документу, на который обязательно стоит обращать внимание, это как раз-таки торговый баланс, и вот с торговым балансом у нас на самом деле не все так вроде бы и хорошо. Если мы с вами обратим внимание на торговый баланс, то мы с вами увидим следующее, что за первый квартал 2024 года товарный экспорт Российской Федерации сократился на 7,2 миллиарда рублей, а товарный импорт в этот же момент сократился на 10,3 миллиарда рублей. И это довольно-таки существенные такие цифры по отношению, ну, я имею в виду по отношению к тому же самому четвертому кварталу 2023 года. То, что нам это с вами говорит, о чем нам это с вами говорит, а говорит нам это о том, что как раз-таки импорта в Российской Федерации становится на текущий момент меньше. То есть вот эти вторичные, трехличные санкции, которые накладываются на так называемых наших партнеров, да, серый параллельный импорт, он все-таки играет свою роль. Мы с вами видим, в частности, что усложнились те же самые платежи через наших друзей через Китай. Довольно-таки долгий срок проходит, и вот сейчас, когда Блинкин, госсекретарь Соединенных Штатов Америки, поехал в Китай, в очередной раз на переговоры, они перед этим со странами Евросоюза хотят наложить санкции дополнительные на китайские банки и вовсе грозятся отключением от мировой финансовой системы. Таким образом, они от слов начинают уже просто-напросто переходить к делу. И в текущей ситуации просто-напросто импорт сокращается. Это дополнительно влияет, кстати, на инфляцию. Раз импортных товаров у нас становится меньше, то продавцы тех же самых импортных товаров, они просто-напросто задирают цену. Спрос у нас никуда не уменьшился, об этом мы с вами говорили в первой части нашего видеообзора. В текущей ситуации, конечно же, можно все-таки и ожидать того, что курс национальной валюты в текущей ситуации на какой-то короткий промежуток времени может на самом деле и укрепиться. Но на самом деле, если мы посмотрим на слова того же самого Решетникова, который вчера выдал свой прогноз, он ухудшил данные по инфляции в годовом выражении, с 4,5% на 5,2%, на 0,7% он ухудшивает свои прогнозы. И одновременно с этим он говорит о том, что во второй половине 2024 года Российская Федерация и, в частности, экономический блок Российской Федерации может столкнуться с довольно-таки серьезными проблемами и курс доллара может довольно-таки серьезно ослабнуть по отношению к рублю. Если вы подводите такие мини-итоги, то мы с вами можем сделать вывод следующее, что прогноз мы свой не меняем, что к концу 2024 года курс нашей с вами национальной валюты, скорее всего, подойдет вплотную, а может быть даже и превысит отметку 100 рублей за 1 американский доллар. Я, конечно же, не паникер и не бакса-бычок, я не кричу вам, что курс доллара будет 120-130 рублей, но, скорее всего, к концу 2024 года мы с вами смело можем увидеть такую ситуацию, что мы закрепимся 98-102 рубля, это минимальный диапазон, где мы с вами можем находиться к концу 2024 года. Но вот сейчас прямо бежать и покупать доллары я не советую, это не самая лучшая инвестиция, у нас с вами довольно-таки неплохо ведет себя наш фондовый рынок, соответственно, заработать на фондовом рынке можно намного больше, чем покупая те же самые доллары, либо покупая тот же самый фьючерс, либо еще каким-либо образом вкладываться в валютный рынок. Если мы с вами говорим еще раз по отношению к началу 2024 года, российский фондовый рынок вырос больше, чем на 8%, а если мы с вами смотрим на валютный рынок, то здесь особо сильного движения я не наблюдаю. У нас в разгаре сейчас дивидендный сезон, и если мы с вами придерживаемся того, что российский фондовый рынок вырастет до размеров 3,653,750, то это порядка 12% еще от текущих значений. И в текущий момент мы можем с вами получить примерный рост за 2024 год, рост фондового рынка минимальный в размере 20%, и это буквально всего лишь за несколько месяцев. Курс доллара, здесь мы еще раз будем смотреть, что выгоднее правительству Российской Федерации поддерживать экспортеров, или же поддерживать тех же самых экспортеров. Внимательно эту ситуацию будем отслеживать, конечно же, и внимательно будем следить за торговым балансом, который мы уже через несколько, ну, через полторы недели мы вновь узнаем, да, о нефтегазовых доходах, что у нас сейчас происходит, но цены на нефть у нас довольно-таки сейчас неплохие, поэтому нефтегазовые доходы должны быть на должном уровне, и, скорее всего, превысят те значения, которые ожидает Минфин, и в данном случае для нас с вами важным фактором будет, конечно же, являться просмотр торгового баланса, что у нас происходит с экспортом, что у нас происходит с импортом. Но в любом случае на всю котлету покупать те же самые доллары, либо ивани, либо евро, я не советую, ну, и за исключением того, если вам не нужно ехать за границу, или вам для вашего бизнеса просто-напросто может необходима валюта, в таком случае, ну, здесь ну, просто-напросто это необходимая трата. В других остальных случаях я бы ждал бы середины лета, и только тогда бы принимал решение. Напомню, да, что ключевая ставка, скорее всего, да, и ваш покорный слуга много раз об этом говорил, что даже на июльском заседании ставка подниматься, ой, понижаться не будет. Тот же самый Решетников дал свой прогноз по ставке и говорит о том, что ставка к концу 2024 года снизится незначительно на 1-1,5%, хотя еще раньше многие аналитики полагали, что ставка к концу года будет составлять порядка 12-13%. Почему такое происходит, мы уже с вами обговорили. Тот же самый рост зарплат в Российской Федерации у нас имеется, и по данным того же самого Сбера с начала 2024 года зарплаты выросли порядка 12-15%. Не кидайте меня, дорогие друзья, сразу же камнями. Многие скажут, что я как получал там свои, там 70-80 тысяч, я так их и получаю, но мы берем средние по стране и, конечно же, если мы смотрим на те же самые финансовые отчеты по стране, то зарплаты действительно растут. Мы с вами видим, да, в финансовых отчетах компании, что на заработные платы на самом деле уходит довольно-таки существенная сумма по отношению к тому же самому прошлому кварталу либо к тому же самому прошлому году. Соответственно, мы можем говорить о том, что уровень заработной платы растет, а уровень заработной платы очень классных квалифицированных специалистов растет там не на 12, не на 15 процентов, а в некоторых случаях растет там и на 50, и на 100 процентов. Пишите, как у вас на самом деле обстоят дела с зарплатами, ну, как вы к этому относитесь, к этим данным. Ну, вот такой у нас мини-обзор сегодня с вами получился. Надеюсь, он вам понравился и заслуживает того, чтобы вы поставили лайк. Если не заслуживает, то ставьте дизлайк. Обязательно пишите в комментариях свое мнение по ключевой ставке, что будет со ставкой, что будет с курсом доллара. Очень интересно знать в день каждого из подписчиков. Ну, и самое главное, напоминаю вам, что у нас в Телеграм-канале сегодня будет объявлен дополнительный набор в наш закрытый премиум-чат. К слову сказать, рынок упал на 2%, а наш портфель закрытого чата вырос больше, чем на 2,5%. Все это говорит о том, что, несмотря на то, что рынок падает, наш портфель все равно растет. И даже когда происходили довольно-таки серьезные коррекционные движения, мы с вами это прекрасно помним, мы либо стояли вблизи нуля, либо, если рынок падал сильно, то портфель снижался очень и очень незначительно. Если вы хотите иметь грамотный портфель и грамотно зарабатывать на фондовом рынке, получать аналитику онлайн 24 на 7, либо вам необходимо нужна помощь в формировании вашего портфеля, переходите в наш Телеграм-канал сегодня вечером, там будет опубликовано объявление, как попасть в наш вип-канал, где я даю свою аналитику, свои делаю небольшие эфиры, комментирую все события на фондовом рынке. Милости просим, там для двух подписчиков будет, не знаю, кто это будет, будет действовать уникальнейшее предложение в рамках как раз-таки майских праздников и все-таки еще можно говорить о том, что дивидендный сезон у нас не начался. Еще раз говорю, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, напоминаю, что комментарии более пяти слов засчитываются за активность и помогают этому видео продвигаться в рекомендациях, а аналитика на данном канале одна из лучших, порядка 80-90% тех прогнозов, которые мы делали на нашем канале, она сбывается и в частности можно посмотреть на то же самое золото, которое я рекомендовал и золото добычи, которое я рекомендовал покупать, золото нам, когда находилось 1700-1720, и на этом очень неплохо можно было заработать и порядка 40%, да, только тот же самый полюс золота нам смело давал, тот же самый селегдар и так далее. Говорил то же самое и про курс доллара, когда в прошлом году он стоил порядка 100 рублей и паникеры кричали «Всё, рублю конец мы уйдем на 150-200», мы на нашем канале проводили объективную аналитику и говорили, что курс доллара на конец года 2023-го будет находиться ниже отметок на 100 рублей. Там чуть-чуть я ошибся, я ожидал, что 94-96, он находился вблизи отметок 91 рубль, но это, конечно же, ручное управление, не будьте этого указывать, там были бы немножко другие сопоставляющие, но всё-таки наш канал оправдал себя и вместо того, чтобы вкладываться в валюту, мы вкладывались всё-таки в акции и на этом очень и очень хорошо заработали. Подписывайтесь на наши сторонние ресурсы, это ВКонтакте, это Яндекс.Зен, это, конечно же, запрещенная в России социальная сеть Инстаграм, чтобы не терять с нами контакты, не дай бог, когда-нибудь правительство взбредёт в голову и они запретят тот же самый YouTube. Я же с вами прощаюсь, увидимся с вами в ближайшее время, либо завтра, либо в субботу на итогах недели. Всем хорошей торговли, пока! Суббота